Указательное местоимение This, That, These и Those Ссылки в описании Всем привет! В этом уроке мы поговорим об указательных местоимениях Из самого названия понятно, что эти местоимения используются для того, чтобы указать на кого-то или на что-то сказать этот шкаф, тот человек, эти задания и так далее В английском языке в таких случаях используются местоимения This, That, These и Those Если мы указываем на предмет или человека, который находится рядом с нами, то нужно использовать местоимения This или These This для единственного числа и These для множественного числа Например, This picture – это картинка Или These files – эти файлы Обратите внимание, что у слов This и These похожие, но все же разное произношение В слове This мы произносим краткий звук И И на конце глухой звук This А в слове These долгий И, как в слове ЩИТ по-русски, например И на конце These Итак, если что-то находится рядом с нами, то мы используем This и These А вот если предмет или человек далеко от нас, то мы указываем на них со словами That и Those That для единственного числа и Those для множественного Например Одна из типичных ситуаций, в которых нам приходится указывать на что-то, это покупка в кафе, например, или в магазине И если понравившийся десерт находится на витрине рядом с нами, то мы скажем Мне, пожалуйста, вот этот тортик Или Мне, пожалуйста, вот эти маффины передо мной, которые лежат А если то, что мы хотим купить находится где-то на дальней полке или в самом дальнем углу витрины, то уже используем другие указательные местоимения Мне вот тот, пожалуйста, вот тот хлеб Или Мне, пожалуйста, вон то печенье И ситуация наоборот, когда Бористо подает вам кофе, то он или она говорят Вот ваш кофе This, потому что кофе вот прям рядом с ней А когда Бористо показывает на ваш кофе стоящий на стойке выдачи, то она уже говорит это по-другому Вон тот ваш кофе Давайте подведем итог Если объект находится рядом с вами, как на рисунке слева, то используйте this, если он один и these, если их два или больше А если объект находится далеко, как на рисунке справа то используйте that для единственного числа и those для множественного А теперь посмотрите на предметы вокруг себя и подумайте какие местоимения вы могли бы использовать, показывая на них Оставляйте ваши варианты, а также вопросы и комментарии под этим видео А я с вами прощаюсь, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok